и снова здравствуйте сегодня посмотрим очень интересный автомобиль honda везель кузов у нас ru 4 это у нас полторашка гибрид на 23 киловатта 132 лошади 4 воды 4 воды не электронные полноценные ну то есть через кардан машина вот я их не зря поставил вот старенькая сервис если не ошибаюсь rd-4 кузов сервушка чуть-чуть побольше чем везет вот но я все-таки отнесу его полноценным кроссовером потому что размером он чуть поменьше того же nx а чуть поменьше равчика наверное он размером как сервер митсубиси машина очень интересная как honda заявляет это продолжение и черви очень красивая фара обратите внимание а я honda реализовала очень интересную связку бензиновый мотор гибрид и роботизированная коробка я уже прокатился на ней мне не понравилось как но в отличие отличается от вариатора как работает вот мне немножко непривычно не то что не понравился непривычно у нас выглядит салончик мафана нету машины 55000 пробег вот роботы допустим toyota не ставит на туда свои гибриды вот поэтому для меня это было немножко удивление почему он да сделала так но и виднее honda большие умные ребята в этом видео не будет никаких технических данных сколько там высота на этом машине просто будет мнение стоит ли брать данный автомобиль в пределах миллион сто миллион двести они столько стоят я думаю вполне стоит потому что машина красивая свежая технологично видовая составляет конкуренцию nx у тому же но конечно ну пониже по отделке дизайну кому же с более дерзкий агрессивный взял бы я бы данную машину если бы мне нужен был кроссовер городской небольшой я бы взял бы можно сказать последние технологии что есть у honda и реализованы в этом автомобиле цена nx стоит 2 миллиона поддержанной это стоит почти на миллион дешевле конкурентная цена конечно я бы взял бы не очень нравится дизайн тонкие полосочки вообще вот прям очень стильно сделано то все в принципе все стильно сделано и фары и какие-то вот эти вот клыки на бампере туманки решетка радиатора все очень круто мне нравится напишите ваше мнение в комментариях еще что вы думаете купили бы вы ее либо вы купили бы что-то другое является ли данная машина для вас кроссовером на внешний вид вообще потратили бы вы миллион двести на нее такие на рынке стоят примерно средняя цена миллион триста конкретно вот этот экземпляр вышел миллион 150 у нее вот есть вот такие вот недочеты то вот раз умятина и очень пониже умятина ну десять тысяч рублей покрасить вот зато машина вышла ну подешевле так бы она бы стоила миллион двести пятьдесят пять тысяч пробегом еще из комплектом зимней резины японская она пришла вот в этом еще бонус салон в целом мне нравится увезлили все в каком-то футуристичном исполнении классно сделано прорезинено вот все это но все хорошо что запустим посмотрим мне нравится как он запускается вообще круто пройдет у драйв 55000 пробег . полностью соответствует этому пробегу вот вот это вот к ничего вот не затертая хотя это активной области все нигде никаких коцак все классно сидишь в машине очень технологично и вообще все приятно все удобно вот сюда вот телефон вложить вот сейчас начали делать устаете тоже у меня здесь сюда положу телефон удобно куда-то там все для людей вот вообще вот новый уровень многие пишут комментариях типа я нахваливаю тачки хватит их хвалить да если куда не плюнь в какую машину японскую да все она на уровне цена качество вообще просто качество перевешивая даже цену даже с такими пошлинами все равно но каждая машина она крутая по-своему где-то какая-то крутая в объеме салона какая-то крутая по ходовым качеством какая-то крутая вот именно такая технологиями как она исполнена вообще чё у нее под капотом что у нее в салоне вот здесь вот увезлили камера есть которая смотрит вперед за потоком то есть я ехал по дороге впереди ехала тачка но я двигался достаточно быстро и везель убрал у меня газ у меня провалилась педаль то есть она вообще но и и не было и машина становилась и написала типа то что впереди есть препятствия машина до карбала написано вот так что вот такая вот умная система есть и некоторым поможет избежать аварий вот они технологии сейчас мы заглушим везель блин какой он крутой но не круто ли и буду до хвалить эту тачку мне нравится мне нравится сиденье у нас на обычных этих рычагах руль регулируется хоть как кожаный все четко посмотрим что у нас такое вот исполнение вот это вот чё за штука справа и честно говоря даже не знаю но я думаю это относится гибриду 4 цилиндра по мне так единственный минус этой машины это все таки мотор маловато но по городу очень достаточно я вот ехал более-менее на трассе на трассе обогнать кого-то конечно будет проблемно вот и отсутствие шумки но слабая шумка все минусов нет в основном только плюсы пишите ваши комментарии мнения они нам очень интересно но именно адекватных людей которые понимают все что они смотрят обзоры праворуких автомобилей сколько они стоят обязательно обсудим с вами пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал дальше будет еще интереснее всем пока всем пока и и Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.